Я просто пипец, как опаздываю. Все. Алиса читает инструкцию, чтобы покупатели не читали больше. Почему? Будет рассказывать всем завтра. А на русском нет ничего, да? Ну ладно, тут у нас итальянский, английский есть. Ну а все то же самое опять. Сабайон, меренга. Ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Здесь главное сейчас по программу понять. Да. Ребят, три посылки мне пришло, я не знаю что. Но судя по описанию, возможно, в одной из них вот здесь, по-моему, новая флешка. Значит, мне пришла вот такая зарядка и два аккумулятора. Я их заказывал для света, и мне кажется, что я не те аккумуляторы заказал. Блин. Опа. Переходник. Так, и еще вот такой. Ребят, вот такой вот держатель. Значит, смотрите, телефон вставляется вот сюда, это на магните. Раз, все заряжается. Попробуем поездить с таким держателем, потому что все остальные у меня все время отвалят. Селые дни продолжаются, друзья. Когда на чего-то бывает один-два дня не монтируешь, потом очень много всего накапливается. Значит, у меня на этой неделе шесть роликов для монтажа. Шесть, ребят, шесть. Это вообще просто двинутся. А завтра мы с утра встаем и едем в Москву. У Лизиной мамы день рождения. Как же, ребят, мало времени вообще на все остается. И влог я тоже сейчас буду стараться выкладывать чаще, потому что такие пробелы просто пагубно сказываются на отснятом материале, потому что флешки куда-то деваются, что-то куда-то тратится. Поэтому, ребята... Какой-то странный звук у меня в машине. Прямо реально какой-то странный звук. А, блин, что-то, походу, ребят, подшипник ступицы у меня гудит. Я не знаю, слышно в камеру, нет? Ну, прям, вот я еду 87 километров в час, очень неприятно ехать. И, блин, очень долго я буду ехать. При постоянной скорости на круиз-контроле 90 километров в час компьютер показывает, что на этой машине можно проехать 800 километров. А расход топлива 5,1 литр. Представляете? Всегда не войти в дом. Откроет мне кто-нибудь или нет? Фу! Миша, фу! Хорош, хорош. Фу, нельзя. Рики, фу! Ой, смогла, Миша. Смогла, молодец. Привет. Машина давню. Привет. Фу, Рики, блин, заткнись уже. Миша, не затрык. Рики. Рики, фу! Вот, молодец. Хорошо, вот, молодец. Здорово. Хозяин приехал? Ага. Довольный. Два раза тебе надо ехать? Ну да, надо утром ехать дом оформлять. А вечером бензокосилку отвозить. А нельзя разом все? Нет. Ой, какая маленькая. Ну, что ты? Холодно? Да? Так, малыш какой. Стоять. Стоять имеешь уже. Да. Вот, видишь, у нее правая нога уже прям встает, а левую она на пальчики ставит до сих пор. Балерина. У нее левая. Балерина. Барелина. И рука тоже. Правая прям вообще. Да, она Зариса наша прям. Бариса-балерина. Я вчера ехал и подумал, что это для Эммы Бритни Спирс будет, как для нас Алла Пугачева сейчас. Как в прошлом году, Света, едем? Ну, так, что ж так, везем ровно ходите. Ветер улит? А я видосики монтирую. Я водитель, не сказали. Водитель. Бизнесмен. Ну, бизнеса, по занятости, а не деньги. А, ну тогда это мне подходит. Занятость, это... Это твое. Это мое второе имя. Деньги, ничто. Занятость, все. И все эти. Ну, ладно, чтобы движуха была, ребят. Я в комаре и огорчаю. Это очень хорошо. Комары, машины. У нас в машине завелись комары. У нас стандартная ситуация. Мы едем, но уже Лиза за рулем. И в этот раз не кабаны перебегают ей дорогу, а сборище коров опять. Сборище стадо. Сборище стадо. Сборище стадо. Сборище стадо. Сборище стадо. Сборище козлов бывает. О, нифига там молочка у них. Молочный фреш. Давай буреночку, давай. Давай, давай. Моторан сейчас возьмет. Я думал, он сейчас будет вымаргивать. Слушай, смотри, модный какой у нас. Вот тут чувак. Купы не умишь. Купы не умишь. Купы не умишь. Яма. Вообще какой-то чувак продвинутый. Да вот так такой у нас сладенький за рулем сидит уже. Покушать захотелось. Да, покушать захотелось. А сзади сесть некуда. Все завалено, нет места. Ой, какая сладенькая. Ох, не говори, жизнь-то какая тяжелая. Да, Римма. Ну, че ты, хохолок? Ой, застеснялась. Ну, что, дольше едим мы. Еще давай грудь потеребим. Бедный им. Срочная смена штанишек у нас. Ну, аж заплаканная все, да. Ну, что поделать ее. Свернулась. Какая красивая. Бедный так спать. Глаз один закрыт. Спать хочет, а ее тут мотыляют. Я нашел вариант прически своей. Любой из собой, да. Наверное, я просто залезал все назад и лаком. И, кстати, если из окна будет дуть, тоже ничего не злит. Какая сладенькая. Че-то ты много на нее одеваешь. Чего, пофту. Сейчас на улице выносить. Там же битья жадина. Емма. Штаны, платье. На колготках у нас нет. Я то одела черно-белые, но у нас колготок не одних. С голой попой сейчас как-то не походишь. Лето же. Какая капустка. Капуська. Емма, капуська. Мне сегодня нужно было срочно дозвучить ролик. И я его озвучивал в гардеробе. В прикольном гардеробе ролики озвучу. Для рекламы. Головастик. Дай им. Какая ты сладенькая. Здорово. Привет. Тихо. Какой синь. Все, баба. Синь. Какая ж ты жилая. Как она быстро растет. Давно не виделся. Да, смотрите. Что тут такое? Продвинутые ребенки. А то прямо что клонилось. Смол отрек. Персональная Атема. Подарок бабули. Она сама выбирала. Самый первый подарок Атемы. Сама ходила, выбирала. Мы ни при чем. Да, она видела. Аж все каталоги перелистала. Да, все там, да. Всем показала. Да, ознакомились. Еще. Смотри, у нее платье на голое тело. Ну, можно, вот так. Бенчик, смотри. Слюнявой рукой стоит. Сейчас тоже чевяк на пол. Открываем. К этому она сильнее ручонки тянет. Ага. Давай. Ать. Ать. Ай, все наоборот, наверное. Да, я понимаю, что... Ой, там что-то красивое. Ой-ой-ой-ой. Эмма, отдай. Эмма, отдай. Это подарок, Эмма. Подарки отдают. Нет, пусть она, пусть это король. Тебя так и будет. А смотри, сейчас мы с ней сделаем турецкого слугу. Партье. Еще веревочка натягивалась. Что это? Что это? Партье. Мы сами решили. А, вы сами решили. Просто очень красиво. Спасибо. Такая нежненькая ерунда себе. Спасибо. Да мы ни при чем. Это все вот. Единорожденный чебурек. Мимоза и ночные. Почему? Сеченье плохо. Да, ну хочешь, галючим. А потом мимозу, ты будешь ездить? Конечно, чебурек сейчас один съем, а потом мимозу. Чебурек. Что может быть лучше? Что может быть, да? Грибы, свечка и мимоза. Мам, садись иди вот туда, во главу. Класс. Вообще крутые, да? Сейчас стучатся в дверь. То же самое, что у меня здесь. Пригласишь маму? Очень вкусно. Уже очень много мороженого. Еще и торт. Муж. День рождения только раз в году, к сожалению. Жена поехала на дачу, а я времени зря не теряю и приехал в этот подъезд. Как обычно. Как еще жить-то, а? Как только жена за порог, муж тоже дальше погнал. Вот такие вот курочки живут на Кутузовском проспекте. Если, ребят, вы подписаны на мой инстаграм и следили за моими сторис, то вы наверняка знаете, куда я пришел. Для тех, кто не подписан, вы сейчас увидите, куда я приехал после того, как уехал из дома, а жена поехала на дачу. Привет, мама. Слоу. Привет. Опять. Ну и че ты? Че я? У меня все готово. Где алкоголь? Вон стоит. О, ты даже скотчем ручки сделала. Ну, паш. А, это коробки чьи? Твои? Твои. Ты себе столько алкоголя оставила? А, это процент, походу. Не-не. Процент я еще не просила. Так что... А что ты меня спрашивала, куда тебе столько? Тебе? Да. Ну ты же папа. И че? А я-то одинокая женщина. А, ну да поэтому надо спиваться. Не-да. Мы с Алисой едем в Кен. Вот у нас есть две коробки вина, 24 бутылки. И еще сегодня пятница. Сегодня пятница. Мы будем готовить паштет, снимать его, а потом все, выпьем это. Ну и сразу же нам на дачу ехать. А Алиса без машины, поэтому она бухает теперь. Алиса выбирает себе автомобиль. Так. Мы ходим ковры, смотрим по 600 тысяч, а Настя машину убирает за 2 миллиона, а купи за 5. Купи себе Infinity. Нет, Финик вообще не моет. Почему? Мне кажется, это хач машину пытается. Затаривайте, ребята. Ну-ка, торжественное открытие первого кукинга в России. Пятый раз. Да уж. Вот он это, для перемешивания клипса. Здоров. Кукинг. Оп, вот и он. А, какой крюк красивый. Не очень хорошо. Сэкономили, короче, на крюке. Для девушек тяжело было его устанавливать и регулировать. Помнишь, всегда жалобы говоришь, что не открутите? Подожди, там еще коробка. Да, красавец. Лопатка очень гибкая. Съемочка у нас идет. Алиса работает, молодец какая, посмотрите. Да, я молодец. А, подожди, это мы не снимали. Не снимали, да, поэтому я убрала, чтобы снять. Алиса, ну ты что, с едой нельзя играть? Смотри какая. Это шефола. Смотри, она. Фу. Самый приятный момент в любых съемках, это когда Алиса кладет в тарелочку еду и ее может попробовать. Отлично. Только хвостик попался мне. Какой хвостик? Ну, откребайте, как обычно. Отлично. Очень быстро готовят на кукинге. Очень быстро. Сколько, полтора часа она заняла? Мы вообще ничего не делали. Вообще ничего не делали. Мы даже в магазин не ходили. Угу. Так все. Мы даже денег не платили, Родион заплатил. Алиса мне сейчас намазывает хлеб паштетом, который она сделала из... Так она доготовила с рыбком? Лосося. Лосось. Который мы в магазине сегодня купили. Вкусно, да? Вообще бомба. Давненько, ребят, я в теннис не играл. Вот сегодня дошел. Хоть и с небольшим опозданием, но в теннис удалось мне сегодня поиграть. И это даже очень хорошо. Но единственное, чего я сегодня не успел сделать, это снять рецепт. Еще один рецепт, который мне нужно завтра отдать с утра. Точнее, мне его отдать нужно сегодня, чтобы завтра его уже выложили на канал. Поэтому пока ехал в машине, придумал какой-то непонятный вариант еще одного рецепта. Вот с этим вот продуктом. И сейчас буду его снимать, а время 15 минут 12. Единственное, что у меня практически все самое нужное оборудование, которое нужно для того, чтобы снимать подобные рецепты, в студии. Поэтому, ну, в общем, честно, не хотелось мне ехать в студию сегодня, потому что там после 10 шуметь нельзя, а мне нужен блендер. И места побольше. Поэтому я сейчас все сниму здесь, дома. И все. Да. И все. Итак, ребят, 12. Я только что вспомнил, ну, буквально полчаса назад, что мне нужно было отдать ролик. Я его сейчас домонтировал и отправил. И сейчас мне нужно будет снимать рецепт. И, в общем, и, наверное, я пойду потом спать. Более ничего. Наверное, не стоило мне на теннис сегодня идти. Хотя поиграли вот так вот. Води. Я готов идти спать. Все сделано. Проснулся я сегодня с утра, ребят, и опять болит горло. Вы представляете, я только недавно болел, и сейчас опять болит горло. Фиг его знает, почему так происходит. Видимо, где-то ходит вирус. Ну, что делать. Друзья, еще из магазина Шеф1 нам прислали вот такую вот точилку. Точилка для ножей. Смотрите, какая она огромная. Это вообще просто. Ну-ка, сейчас Свету дам. Распаковка. Дата продажи 25-го, 08-го, 17-го. Это просто что-то, просто что-то нереально большое. Она тяжелая еще. Вот, смотрите. Это точилка для ножей. To open, left, видимо, чистить, чтобы ее. Я не представляю, как ей пользоваться, но судя по тому, что здесь написано 1 и 2, вначале мы проходимся здесь, потом проходимся здесь. И нож готов. И мне вот, честно, интересно проверить, насколько хорошо она точит. Потому что стоит она, честно говоря, дофигища. Но, возможно, она своих денег стоит. Я не могу, не берусь утверждать это, но попробуем. У меня есть вот такая морковка. Самая обычная. У меня просто больше ничего дома из еды нет. Слушайте, а вон она заточила нож, который вообще не резал. Прям. А если нажимать, он прям шинкует. Вообще. Да простите меня, жена и дочь. Пока они на даче, я заказал себе суши. Заказал вот такой вот сет. И есть я его буду прямо из банки. Потому что времени идти в магазин у меня нет. Да и вообще и желания у меня сегодня выходить из дома тоже нет. Но, скорее всего, мне придется сегодня днем съездить со своей мамой в Икею. Посмотрим, как я себя буду чувствовать. А пока приятного мне аппетита. Вот такие суши я заказал. У меня сегодня день монтажника. Я сегодня целый день. Целый день сижу и монтирую видео. А завтра с утра мы поедем с мамой в Икею. А потом поедем... Потом я приеду домой и буду дальше монтировать видео. Нет, мне завтра нужно будет снять ролики. Я сниму ролики. В понедельник мне нужно будет попасть на дачу. Снять там видео, Света. И приехать в Москву. А смонтировать его и опубликовать. Вот. А это, ребят, напиток мой лечебный. Это молоко со сливочным маслом. Я сюда еще меда бахнул. Может, поможет. Вы такие молодцы. Я так расслабляю. Ой, блин, что такое? Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok